Всем привет! У нас наконец-то прошло три термина, и мне есть что вам рассказать. Сегодня у нас четверг, 9 декабря. У нас уже прошло три термина с бераторами. Первый термин был бератор Бейлер, который взял у нас документы, все проверил, сделал копии документов и назначил следующий термин, чтобы мы поговорили о земле распределения. На втором термине нас встретила девушка бератор, фамилия девушки Хиппель. Возможно, я неправильно произношу, но я думаю, что так. Девушка бератор сказала, что бератор Бейлер заболел, и вместо него дальше будет консультировать нас она. Она начала смотреть документы, уточнила у нас еще раз, в какую мы хотим землю распределения, что мы хотим Хессен и Франкфурта Майн. Она сказала, что земля Хессен открыта, и проблем не будет предоставить нам жилье и дальнейшую интеграцию именно в земле Хессен. Но от нее уже не зависит выбор города, деревни, и возможно, это будет даже не Франкфурт, а может быть и три часа от него, или четыре, или там полчаса. Она сказала, в общем, что она даст запрос в землю, а землю уже решит, где нам найти жилье подходящее и в каком районе мы будем жить. И мы узнали, что нас распределяют в небольшой городок Хайнбург. Он находится в 30 минутах от города Франкфурт на Майне, в который мы хотели, и где живет моя бабушка, папина мама. В этом городке население 14 тысяч человек. Насчет школы для языковых курсов мы еще не знаем, есть она там или нет. Я очень рада, потому что, во-первых, это все-таки не деревня, какая-то далекая от всякой цивилизации, как я боялась, что нас распределят куда-то очень далеко. Полчаса до Франкфурта это вообще огонь, можно даже на велосипеде доехать. Недалеко еще есть тоже небольшие городки, в которые также можно прогуляться или доехать на велосипеде. До этого 6 лет я с Максимом жили в городе Волгоград. До торгового центра нам иногда приходилось ехать час, а по пробкам полтора часа, поэтому полчаса до Франкфурта это вообще ничто для нас уже. Я забыла уточнить одну небольшую деталь. Сказали, что мы сможем туда приехать, заехать в это общежитие только 14 декабря, поэтому еще 5 дней мы будем находиться во Фридланде. Я рада нашему распределению в этот городок и будем смотреть, какие условия нас там ждут дальше. Продолжение следует...